Привет, непрофессионалы и дилетанты! Меня зовут Александр Бугнов. Сегодня мы с вами посмотрим очередной матч РЛПК, 7-й тур. Роуша Туриста против СНГ, Тим Фифа. Роуша Туриста в светлой форме, СНГ, соответственно, в темной. Ну и команды с именем, да, команды, которые мы уже видели, знаешь, как в этом сезоне РЛПК, да. Ну и посмотрим, как они будут противостоять друг другу. Тем более, что сезон для обоих клубов начался непросто. Только у нас тут, знаешь как, рэгби занимаются, смотри. Куда побежал? Мяч положи, елки-палки, на место! Ты что творишь? Ну, слава богу, положил. Вот, и сейчас, и сейчас пошел туда, в центр штрафной выброс. Если он там Владимир Раус, определил нападающего соперников, ну и Джанго не позволяет попасть по воротам. Ну, угловой удар, посмотрим, какую пользу из него СНГ сможет извлечь. Ну, пока, видишь, они пытаются, пытаются больше пустого простанства оставить в центре штрафной. Вот здесь, да, чтобы, видимо, кто-то туда ворвался. Возможно, видишь, подача не получилась. Весь замысел сошел на нет, но второй темп атаки продолжается с помощью Джимба. Но Джимба не сумел обыграть крайнего защитника соперников. И в результате зарабатывает только аут, да, но аут. Если умеешь вбрасывать, то с этой точки можно вполне так неплохо вбросить. Тем более, что при вбрасывании нет положения вне игры. И об этом многие забывают, не профессионалы. Но здесь все разобрались. Там, конечно, неточность подвела атакующую команду СНГ. Но теперь майор ГРУ уже для Роса Туриста момент создает. Прострел не очень удачный. Вот точность передач пока оставляет желать лучшего. И у тех, и у тех именно в завершающей стадии. Джанга очень далеко выбивает мяч. Это помогает... Ой-ой-ой, какая ошибка! Защитник допустил и форшмак расстреливает ворота. 1-0. Роса Туриста выходит вперед. Ну, тут, конечно, знаешь, защитник грубо ошибся. Ну, игра головой, это такой тонкий момент, да. Тут надо, знаешь, быть особенно внимательным, бдительным, да, как говорится, и осторожным. Потому что, смотри, вот так, Хаузер. Ну, вот Хаузер подкачал. Конечно, тут... Ну, в принципе, он принял. Ну, там он в борьбе это все делал, да. И, конечно, больше должно удивлять не то, что Хаузер, да, проиграл. Это можно было допустить такое, да, что отскок будет непредсказуемый. Это не такая ошибка, где ты там обрезаешь. Да, он проиграл ту борьбу, но всех собак не надо на него вешать. Просто с таким игроком, как форшмак, всегда кто-то должен играть. И если Хаузер играет верховой мяч, то форшмака должен опекать, ну, вот этот парень, вот он кого опекает? Кого он держит? Что он там в центре делает? Это непонятно. То есть он и в борьбе не участвует, да, и, скажем так, никого не держит. Здесь уже успеть просто нереально к форшмаку. И никто и не успевает. Он слева и укладывает мяч. Ну, вот, пожалуйста, ошибка и вроде бы на ровном месте. Продолжают наседать, действуют нас чужой половинепольные футболисты Руса Туриста. Крок спасут штрафную. Здесь вот Хаузер как раз таки выручает, грамотно выбирает позицию. Ну, защитник-то неплохой. Это видно, что, знаешь, несчастный случай так-то произошел. Вот, Арабинья, прострел куда-то в центре. Ну, там Владимир Раус все каталирует. Майор ГРУ сражается за мяч. Ну, тоже выиграть-то выигрывает, но пас отдает неточный. Джимба, 22-13. Ну, Джимба, черпак, очень хороший черпак и 1-1 на башку. Ну, башка башку и забивать умеет. Это видно, да? И здесь совершенно непонятно, почему никто не опекал башку. Ну, вы что? Привет, защитники. Кошмар, ну, знаешь, подожди, подожди. Нет, давай считать. Это какой-то ужас. Сейчас, я даже, честно говоря, дар речи потерял. Сейчас посмотрим. Так, вот башка, да? Это надо, это надо просматривать, знаешь. Так, стоп. Вот, смотрите, Джимба, да, где? И башка пошел. Вот, башка уже пошел туда в штрафную. Ну, один из защитников, ну, сопровождая его, он головой играть умеет. Смотри, вот, ну, иди с ним. Все, иди с ним. Ну, тут понятно уже, ну, что он будет делать, Джимба? Подавать штрафную. Тут интуиция должна работать. Да что будет делать? Либо обыгрывать будет. Но если он будет обыгрывать, то это забота вот этих ребят. Их трое, три на два они идут. То есть они уже, знаешь, там, ну, не должны дать пройти. А если дадут пройти, то будет их ошибка. Ну, вот. Это я к центральному защитнику обращаюсь, да? И вот что? Кот, ну, видишь, что он заложил вираж. Он даже не смотрит, царты. Он даже не смотрит на то, что у него башка за спиной. Он даже не смотрит. Он вообще, он даже не на мяч смотрит. Он куда-то туда, на угловой флажок смотрит. Привет! Алло! Угловой флажок воротам не угрожает. А он на него смотрит. Куда ты смотришь? Пацаны, встал. Красавец. Ну, чё ты встал-то, как стол? Какой-то ужас. Ну, элементарно можно тут допереть мозгами. Тут не надо быть, понимаешь, гением обороны, да? Чтобы понимать, что дальше будет. Вот, во-первых, вот это тоже ошибается очень грубо, между прочим. Да? У нас в сайт не дают сделать. Возможно, у нас в сайт хотел бы сделать. Да, в этой ситуации это было бы удивительно. Ну, весь этот... Чё ты там встал? Ты кого-то же там охраняешь? Ты вот с ним поплотнее играй, и всё. Нет, понимаешь? Смотри, башка... Тут уже просто дистанция. Я такой первый раз вижу на уровне ЛПК. Да? Киберспот у нас сейчас спотом признали, да? Так что это всё спортсмены играют. Так вот, спортсмены. Вот я такого никогда в жизни не видел. Это же не контратака идёт, понимаешь? Это идёт, ну, такая, знаешь, быстрая позиционная атака. Ну, так проиграть позицию... Это кто с ним играть-то должен? Какой-то кошмар. Мне интересно, вот фасшмак, да? Здесь же звук есть. Давай послушаем. Он командует, нет? Безистот, конечно. У нас за одним из проходит эта фоня, как наша. Ну, правильно. Даже Жора Черданцев, да, правильно говорит. Я не думал, что я когда-то с ним соглашусь. Ну, да, тут позвольны. И главное, смотрите, все стоят. Сейчас перемотаю. Все стоят. Никто его не держит. Понимаешь? Он один, он там, знаешь, мог ещё спать лечь. Понимаешь? И до него бы никто не успел добежать. Это ж как надо играть в защите? Это как надо не чувствовать соперников? Тут их было-то всего 4 человека бы. На них раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестеров не смогли разобрать. Ну, какие вопросы тут? Чистейший гол и, знаешь, полный провал в обороне. Концовку первого тайма мы наблюдаем. И СНГ получает право на угловой. Как они его разыграют. Ну, видно, это будет какая-то подача. Ну, подача. Видишь, они почувствовали, видимо, что слабость, слабость роста туриста, центральных, у центральных защитников, да, они как-то позиционно слабовато выбирают позицию, да, и допускают серьезные ошибки. Ну, в общем-то, гол, который забил СНГ, это лучшее тому подтверждение, потому что так отвратительно, ну, не опекать вообще, понимаешь, я такого не видел. Ну, мы посмотрим. Сейчас еще один стандарт. Как его будут разыгрывать футболисты СНГ, мы сейчас увидим. Линию офсайда выдерживают. Ребята из Азукса туриста. Ну, и вот это уже какая-то попытка заброса, да, башка там позицию уже занимал. Но, видишь, занимать-то занимал, но вот сейчас пас до него не дошел. Ну, Джимба снова играет на башку, башка на Робиня, и прорыв, прострел, но там, видишь, прострел такой никуда получается. Никого не удалось застать, никого не удалось этим прострелом впечатлить, из соперников, разумеется, и не удалось наградить партнера, потому что там, видишь, никто не забежал толком. По передачам статистикам, видите, СНГ чуть поточнее. Ну, вот это, это каша-брак сейчас будет, да. Геральт из Ривии не добежал. Ну, перетаем близца к завершению. Тут, сами понимаете, уже обе команды стараются не пропустить, не то что забивать, но шанс все-таки будет. У СНГ удары, посмотри, башка попадает, по-моему, в штангу. Лизнул мяч в штангу, ну, и статистику вы видели, конечно, очень быстро ее ребята пролистали, но это, конечно, их просчет, да, в некотором роде. Ну, вот, точность по СОВИ 67%, 71%, ну, тройка у, за первые там, тройка у СНГ, да, и двойка у русо-туриста. Вот, соответственно, чаще били поворотом, но делали это менее точно, и мячом владели меньшую часть времени, ну, естественно, точно спасов у них меньше. Из-за этого и владения, собственно, им не хватает. Пошел второй тайм, и очень удачно стандарт здесь разыгрывают футболисты СНГ. Башка вышел на ударную позицию, и только мастерство Касперина спасло футболистов, русо-туриста от второго пропущенного мяча. Очень здорово, вот, со своей половины поля стандарт, но СНГ очень неплохое владение демонстрирует мячом, я это уже отмечал, и именно, знаешь, знают, как надо пасовать за счет коротких, красивых, быстрых пасов, переходят в нападение. Мне очень импонирует такой стиль, да, я этого не скрываю, но он мне не просто так импонирует, потому что противостоять команде, которая быстро умеет играть в касании, я уже говорил, да, и это делает организованно, противостоять может только, знаешь, очень организованная оборона, но такой обороны FIFA 16 сложнее добиться, нежели играть в атаке. В атаке здесь легче играть, в том плане, что, ну, в жизни, да, в жизни процент успешных атакующих действий ниже, чем процент успешных защитных действий. А здесь, знаешь, отдать точный пас, рискованный, да, это проще, чем отбор совершить. Стайл на ударной позиции, вот то, о чем я говорю, очень сложно отнять, очень сложно отнять, и сейчас, подожди, а разберем еще этот эпизод. Вот, казалось бы, да, защитник мечом уже овладел, да, но в этой игре очень сложно, смотри, вот выиграл майор, ну, майора отмечаем, здорово поборолся, до конца боролся в эпизоде, да, получил, вот, вы видите, да, он, он, место защитников уже перехватил, ну, не отставил, остался с мечом. И защитник, в итоге у него за спиной. Это, еще раз говорю, это очень сложный момент. Вот, смотри, пошел фракет, сподал, мое, вот, стоп. Но в жизни, в жизни, я на 90% уверен, что любой более-менее квалифицированный защитник, да, он здесь справится, потому что мяч идет к нему, он ближе к мячу, и он просто, знаешь, ну, вот, он принял уже этот мяч, все, он его, то есть в жизни так бы и было. А тут, ну, шо это такое? Айрат. Ну, шо это такое? И это был бы стыд и позор, ты понимаешь? И это был бы ужас. Обокрал его людей. И че? И че? И дальше-то что? Ну, он пробил, на ударной позиции остался, да, уже без шансов, без шансов сделал 2-1. Какие, ну, какие вопросы? Здесь только мастерство. Только мастерство. Ну, вот, вот здесь очень хорошо видно, да, потому что, ну, естественно, он стиком направил, ну, тут ювелирно надо было сыграть. Я, конечно, еще раз говорю, да, здесь в защите играть гораздо сложнее. То есть, если бы он, может быть, сразу нажал выбить, он бы, может быть, и выбил бы. Ну, тут, знаешь как, он немножко, возможно, в позиционной борьбе еще направлял их рака. Вот, он это какой-то ужас. Конечно, обидно за него должно быть. Вот, то есть, удар последовал, и уже, естественно, не берущийся. 2-1 впереди русатуриста. Ну, видишь, дальними передачами действует команда русатуриста. В итоге фракиц выходит, ну, тут Кастро здорово отражает этот удар. Майор на фланге разбирается, накручивает защитника. Ну, видишь, удар тоже совершенно не получается. Холдом СПБ и перевод, перевод через Зодиака. Ну, СНГ, знаешь как, они, видишь, стараются как можно, ну, как можно реже использовать дальние какие-то передачи. Только на 100%, только в 100% ситуациях. Русатуриста же гораздо чаще прибегают к критикальным пассам. Ну, посмотрим, пока они впереди, значит, эта тактика им успех определенный пронесла. Ну, и теперь, теперь СНГ выполняют подачу. Ну, Каспирин отражает первый удар, второго не последовало. Защитники все-таки разобрали, до башки мяч не добирается. Ну, и пока, 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 видишь, осада ворот продолжается. Угловую ударь сарабатывают игроки СНГ. У нас жаркая концовка ожидает. Процент брака, видишь, у Фасмака 60 точных передач. Да, 40% брака, 38% брака у СНГ. Снова игрока там Тарабиния был, я не рассмотрел. Ну, и Джанго, еще один угловой. Да, это три кодна на пенальти, да. Ну, вот, посмотрим. По ударам, видите, Фасмак 4-го забил, башка 6-го забил. Заметьте, что Фасмак чаще Стайла бьет. Хотя Стайл защитник. И Фасмак сейчас выставляет автобус. То есть, важнее для Орлуса Туриста на данном этапе матча это не забить. Не пропустить. Ну, такая тактика. Еще раз говорю, в игре, где оборона проигрывает атаки, она может злую шутку сыграть. Почему? Потому что, вот, какой второй гол забивал Орлуса Туриста, да, где Стайл отличился. Там этого гола бы не было бы, если бы игра была сбалансирована. Сама по себе FIFA 16. То есть, в защите играть в жизни проще. Там не надо, знаешь, филигранной техники, да, не надо, как в атаке. А тут наоборот, тут в атаке сделали проще играть. Холдом, ну, это не ударная позиция. Холдом оттуда бить не будет. Начал финтить, разбираться. Ну, вот в жизни ты что-то с два так финтишь, понимаешь? А вот здесь, видишь, это причем несложные какие-то манипуляции, чтобы так проходиться. Штахной. Пашмак сейчас здорово отбирает и пас на Стайла. Ну, Стайл, видишь, как, неуклюже немножко падает. Уже, видимо, сил нет, да. Прокинули они фону, да, Русса Туриста. Но, тем не менее, время-то идет, да. Время работает сейчас на туристов, поэтому они особенно не стараются торопить события, да. Там даже не доборолся, да, не стал корпус ставить, не успел, да. Но, видишь, он выбил так, чтобы соперникам было дольше бежать. Это все хитроумные такие ходы. Русса Туриста команда очень опытная. Поэтому они знают, как и что надо делать. Пашмак отдает на стрелка. Ну, стрелок стрелять оттуда, вряд ли, будет. Но, мяч, тем не менее, сохраняется. Видишь, да, они сейчас тянут, подтянут, вытянуть не могут. Но вот это заброс классный. Стайл, удары. Ох, вратарю своему спасибо, должны сказать. Вот забыли, что нет положения вне игры при вбрасывании. Дальний выброс на Стайла, и... Ну, тут супер момент. Многие, кстати, не ставят этот дальний выброс. Понебрегают этой способностью. Она, знаешь, как может ключевой момент очень серьезно выручить. Но тут, конечно, ключевой... Сейчас был очень важный момент. Не ключевой, но очень важный. Не смогли забить футболисты. Русса Туриста СНГ. Может, футбольный принцип не забьешь ты, забьешь тебе. Сейчас реализовать, да. И тогда, знаешь, будет Стайл вспоминать в страшном сне этот свой просчет, прокол. Да, и вот, ну, фашмак успевает прийти в штрафную, помочь, выбить и принести тем самым победу своей команде. Русса Туриста побеждает 2-1. Побеждает, ну, в такой борьбе довольно-таки интересной. Да, мы видим там всех игроков. Нам быстро проматывают, показывают. Сейчас общую статистику посмотрим. Ну, видите, игра была равна, да, как говорится. Ну, вот он процент брака. Процент брака так остался в пользу СНГ. Но почему, почему, еще раз объясняю, да. Здесь, в принципе, СНГ лучше мяч контролировали и посылник точнее. Но обе команды сыграли на двойку. На двойку сыграли. Потому что качество игры, как такового, не было постоянного. Эпизодами там они разыгрывали, да, что-то показывали. Но брак достаточно большой. Я думаю, что если нам индивидуальную статистику покажут, да. Вот. Сейчас мы увидим. Сейчас мы увидим эту статистику. Я, по крайней мере, надеюсь, что увидим. Потому что интересно было бы посмотреть на... Все вот это то, что здесь будет сейчас. Подожди. Коревые передачи. Пускай дальше. Ну что ты остановился? Надо дальше показать именно завершенные пасы. Важная очень характеристика, да. Которая... Которая... Ну, ключевая в определении процента брака. Так, тут уже отборы пошли. Подожди. Ну, где-то здесь сейчас перемотает. Стоп. Ну, стайл 7 из 11 для Форда. Это очень хороший процент. Майор. Ну, Майор в 8 из 12, конечно, надо бы лучше. Фаракийц то же самое. Ну, у Майора хоть технико-тактических действий много. У Фаракийца меньше. Фальшмак в 8 из 12. Ну, Фальшмак и тут и там, как говорится, бегал. Ну, брак у всех большой. То есть, нету Владимира Рауз. 2 из 7. Ну, это куда годится. Конечно, никуда. Ну, и в принципе, в принципе, в принципе, Фаршмак 4 отбора. Больше всех матчей Фаршмак отборов сделал. И это тоже очень важный момент. Да, ну, по технико-тактическим действиям Фаршмак вне конкуренции. Так, нам не покажут уже соперников. Но, тем не менее, тем не менее, отмечаем, что, в принципе, оборона, ну, не так плоха. То есть, 2 гола, которые были забиты в ворота СНГ, да, они были, ну, скажем так, не после таких грубых ошибок. А вот у руса туриста оборона просто провалилась. Ну, только один раз, да. Вот, больше они не поседали. Ну, тут, в общем-то, обеим командам нужно серьезно прибавлять, прежде всего, в организации игры в атаке. Но, то, что мы высокий брак видели, это, может быть, свидетельство того, что команды равны по силам. И здесь это неизбежно. Все-таки хотелось бы видеть более качественный футбол. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на группу ЛПК ВКонтакте. И на мою группу. Все ссылки будут под видео. Так что, всем еще раз большое спасибо, удачи и до свидания.